Друзья, всем привет! Ну что, IPO сперва одно, другое, пятое, десятое. Вот у нас новое IPO. Сегодня на наш канал Биткоган пришел очень интересный человек, собственно говоря, собственник компании Кристалл. Те, которые производят не только водку, но вообще хорошее настроение, скажем так. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях председатель совета директоров, ликероводочного концерна, компания, даже не знаю, как правильно сказать. Алкогольная группа Кристалл. Алкогольная группа, да, Кристалл. Павел, давайте сделаем так. Вот у нас с вами сегодня будет разговор не такой официальный. Я хочу просто поговорить, поговорить, как говорится, нормальные люди. Вот у меня первый вопрос. Вот зачем мне, инвестору, покупать ваше IPO? Давайте перефразирую. Вот сидит напротив вас ваш старый друг, друг детства. Вот у него есть, допустим, я не знаю, там сэкономленные, под подушкой. Заработанные. Заработанные тяжелым трудом. 500 тысяч рублей. И вот он думает, чего делать. Вот вы ему посоветуете зайти на IPO и купить ваши акции? Наверное, знаете, как отвечу? Те, та категория людей, которая меня знает столько, сколько вы обозначили в условиях вопроса, у них этот вопрос, в принципе, не возникает. Потому что ребята знают, с чего я начинал свой творческий путь, условно говоря, свой приход в бизнес и так далее. И ребята прекрасно знают, каким темпом и каких сейчас результатов я добился. Поэтому у меня неоднократно, вот еще за последний квартал, наверное, четвертый квартал, были там разговоры, там, ну, когда можно будет, когда можно будет. Здесь вопрос не в том, что надо или не надо, советовать или советовать. Когда, наконец, можно будет. Потому что, ну, они же меня знают, как никто другой, наверное. Ну, понятное дело, семья здесь безоговорочно. А те люди, которые друзья, именно которые произошли из детских каких-то лет, которые институтские, или которые были потом приобретены по жизни, ну, они меня знают как человека и знают как бизнесмена. Вот, поэтому у них как раз этот вопрос вообще не встает. У них безоговорочно, что да, нужно, да, безоговорочно мы идем. Поэтому. Павел, хорошо, тогда такой вопрос. Вот вы говорите, я не знаю, с чего начиналось. А с чего начиналось, правда? Ну, начиналось все, достаточно такая классическая советская, наверное, модель. Папа инженер, мама инженер. Поэтому 90-е годы, холодные, голодные. И все вот это вот, развал институтов, развал всей инфраструктуры, в которой они работали. Там, две-три работы у каждого. Там, папа и на стройке, папа и в сторожке и так далее. Мама и тоже на нескольких работах. Поэтому все мы это проходили. И спасибо, что родителям во всем в этом удалось и меня, и брата дать классное образование. Я имею в виду про школу, лицей. Которое, мне кажется, только образование дало определенный старт мыслительных процессов, старт активности и дальнейшего желания жизни. Но основное, конечно, это желание того, что когда тебе что-то очень сильно не хватает, и чего-то очень мало, хочется достичь чего-то гораздо большего. А вот коммерческая жилка у меня была просто, фактически, мне кажется, с рождения развита. То есть, вы проходили вот эти все 90-е? Я прошел ребенком. Мы собирали бутылки точно так же с друзьями, товарищами. То есть, все, чем занимались подростки, дети вот этих вот лихих, бурных 90-х, мы все это прошли. То есть, пытались зарабатывать всем, чем только можно, о том, что только возможно. Ну, давайте так, вот этот завод, Калужский завод «Кристалл», это же был банкрот, правда? Да, да, это бывший русско-белозолото завод, да. Вот, и вдруг вы приходите такой молодой, красивый, ладно, молодой, красивый, и покупаете эту штуку. Вот вы на что рассчитывали? Я понимал, что это осмысленная абсолютная история. То есть, я занимался косвенно производством, а точнее размещением на различных площадках собственных торговых марок с 2008 года. То есть, я очень хорошо понимал, в принципе, весь рынок, потому что в этом рынке я прошел путь от торгового представителя. Я знал, как работает розница с той стороны прилавка, я знал, как психологически настроены товароведы, продавцы, собственники розничных магазинов. Все алкогольная тема. Все алкогольная тема. Я ничем не занимался, нет, я пытался, вот я честно пытался разными, там еще дополнительными бизнесами заниматься. Я понял, что ты хорош там, где ты разбираешься, где ты знаешь от А до Я фактически весь букварь, и именно в этой связи гораздо проще понимать, избегать ошибок и развиваться. И вот когда ты знаешь, у тебя есть понимание, что производить, где производить, когда вот есть понимание, куда продавать и как продавать, ну, логично, в какой-то момент, когда происходит накопление капитала, возникает вопрос, что надо, значит, собрать всю эту цепочку воедино и производить самому для себя самостоятельно. И дальше здесь стратегия кристалла, это прежде всего очень гибкая стратегия. Потому что нельзя так, вот я вот буду, вот придумал там какое-то одно наименование, я поставил себе цель, вот я буду это наименование биться головой об стену и скрывать им рынок. Нет. Она настолько динамична, и самое главное, вот в моем понимании, что нужно успешно реагировать на вызовы, которые происходят у нас постоянно, ежегодно, в течение года, несколько раз и так далее. И стратегия может меняться. Ты ставишь себе цели определенные, глобальные, чтобы вывести завод в десятку и далее продвигаться по российскому рынку, но какими путями ты уже это клеишь? Вот тут именно задача реагировать на каждую ситуацию, которая вспышка слева, вспышка справа, условно, тут предпринимательство тернист. Слушайте, ну хорошо, вот давайте с самого начала, вот вы купили завод, банкрот, то есть я так понимаю, нихрена нету, есть там какое-то оборудование, да, кстати, я уже чувствую, что вы итальянец, ну так, кома парляра, вот это вот, аккуратно, на всякий случай. Да, так вот, смотрите, вы выкупаете этот завод, ну, наверное, какие-то деньги достаточно приличные вложили и понимаете, что нужно вкладывать, вкладывать, вкладывать и добиваться чего-то, то есть отгрызать долю у рынка, правильно? Создавать какие-то бренды, а вот чего начинать, вот, вот, допустим, завтра я пойду, тоже скажу, а что, вот, Павлу, удалось, я тоже создам себе какой-нибудь завод, там, не знаю, кирпичный, смотрю, допустим, половина кирпичных заводов, ну, к примеру, вот не то, вот пойду себе куплю кого-нибудь банкрота, вы не боялись, что, вот, если кто-то обанкротился, то вот вы возьмете этот завод и ничего не получится? Нет, не боялся, потому что я знал, что делать с этой продукцией, я знал, как развиваться. А почему они обанкротились? Ну, потому что время тогда было совершенно другое, рынок тогда был совершенно другой, тогда существовали всякие санкционированные, там, отраслью, всякие схематозы и так далее и тому подобное, то есть рынок не был чистым и прозрачным, то есть существовало большое количество, а, с одной стороны, контрафактного алкоголя, б, существовали, как бы, санкционированные, там, недобросовестными руководителями, там, всякие схемы для ухода от акцизма, Ну, это известная абсолютно история, в СМИ огромное количество информации с 2010 по 2019 год, когда там все это дело, там, заводы лопались, банкротились просто, там, ежемесячно фактически, там, это десятки заводов прошли, которые через процедуру банкротства, потому что это было, там, выгодно определенным, там, лицам, которые все это дело инициировали. Поэтому рынок был абсолютно дикий, абсолютно хаотичный, который отстроился уже к настоящему времени, и, что самое главное, вот это послевкусие, почему было тяжело запускать завод? Не потому, что было сложно продать продукцию, продукцию как раз продается, я могу продавать, я способен убедить людей, то, что моя продукция, ее надо купить, неважно, это сетевой, это ритейл, либо это дистрибуторская компания, я могу продать. Вопрос был в том, чтобы произвести, и основная трудность у завода, когда он работал первый-второй год, была как раз в том, что банки, наобжигавшись на всей вот этой вот десятилетней истории, там, полного хаоса, они от алкогольного бизнеса просто в ужасе чурались, то есть, они не хотели ни кредитов, ни банковских гарантий, ничего, то есть, ты приходишь в банк, а тебе говорят, покажите ретро-историю. Ты говоришь, ну, как я покажу ретро-историю, если я вчера только открылся, и там, в феврале 2018 года произвел первую бутылку, они говорят, вот через год проходите, и будет у вас ретро-история. Да, этот год выжить. Вот выжить, понимаете, вот этот тупик просто, ты бьешься вот в эту стену, поэтому изначально завод развивался очень медленно, потому что мы работали, условно говоря, у нас было там 200 тысяч акцизной марки, которую мы в состоянии были проплатить, у нас не было никаких, подчеркиваю, банковских инструментов первый год. То есть, просто за свои деньги. Просто за свои деньги, более того, если мы понимаем систему налогоблажения в России, если ты приносишь банковскую гарантию, то акциз ты платишь после производства и отгрузки на следующий месяц. А если ты без банковской гарантии, а у нас не было банковской гарантии, ты вперед платишь государству налог, говоришь, вот вам, пожалуйста, налог. Дальше тебе государство отгружает акцизную марку, но спирт предварительно тоже ты закупаешь у поставщиков, потом ты производишь продукцию, потом ты отгружаешь ее куда-то, тебе через 45 дней приходишься деньги, ты радостно снова их берешь и снова отправляешь в государство. Обалдеть. Вот такая схема. Это дико капиталоемкий бизнес. Это начало, то есть, даже это было, то есть, понимаете, мы сейчас прошли за эти годы такой колоссальный путь, у нас первая гарантия, мы банковская гарантия, я имею в виду, которая закрывала аванс вот этого акцизного платежа, мы получили в экспобанке, я не помню сейчас, только 50 миллионов рублей, мы до потолка прыгали. Мы ходили в банки на протяжении двух лет, у нас открылась кредитная линия в одном коммерческом банке небольшом под залог всего предприятия, по крайней мере, это позволило увеличить тот маховик предоплатных платежей, которые мы делали государству в виде налоговых отчислений. И когда нам первый раз маленький кусочек банковских гарантий дали, это просто у нас был праздник, потому что мы ходили в банки как на работу, мы ходили там Сбер, Альф, ВТБ, Промсфер, все банки прям берем, там первые 30, и мы подавали в них каждый квартал, подавали заявки, заново подавались на рассмотрение, нас все посылали. Кто в итоге спас или помог? Экспобанк первый начал, первый начал Экспобанк, да. Потом у нас появилась вообще удивительная, абсолютная история, не знаю, человеческий фактор, просто мы на продэкспо на выставке стояли, подошел парень, клиентский менеджер МТС-банк, говорит, я как бы могу, он говорит, не сможете, мы уже столько ходили там, ну не сможете, он говорит, да все нормально будет, сейчас все получится, сейчас попробуем, мы выдаем, раз, потом МТС-банк выдал, потом Совком-банк выдал, а потом уже, когда образовалась так эта знаменитая ретро-история, пришел Сбербанк, пришел Сбербанк, пришел Промсвязьбанк, у нас появился Банк Россия, сейчас Альфа-банк, то есть у нас уже целый круг теперь банков-партнеров, которые как бы закрывают наши полностью все потребности именно в текущем финансировании оборотного капитала, как бы движения завода. Слушайте, ну вот сегодня, мы с вами записываем как раз пятницу 16-го числа, сегодня Банк России собрался, Эльвир Сахибзаду нас всех порадовало, что ставка поднята не будет, хотя они сомневались, может еще и поднять. Вот, ну и намекнули, что ставки они, может быть, снижать и будут, но аж во второй половине года. Ну, я в действительности думаю, что они снижать будут раньше, но с другой стороны, слушайте, они сегодня объявили. Вопрос, а вот эти ставки, ведь, слушайте, кредитование ведь сегодня обходится вот такому бизнесу, как ваш, не под 16, естественно, а под 22-23 наверняка. Ключ плюс 2-2,5. Да ладно? Да. Серьезно? Да. То есть, получается, что вам под 18-19% дают? Да. Ну, у нас идет плавающая ставка, она идет привязана к ключу, соответственно, что получается ключ плюс вот это составляющие. Но, я хочу вам заметить, что, конечно же, мы к этим ставкам тоже пришли не пинком, как говорится, дверь открытая. А первоначально как давали? Жестоко? Первоначально было жестоко. Первоначально было много разных факторов, очень жестоко, и ставки по банкским гарантиям, которые там были принципиально другие. Да, есть когда, ну, это же закон выживания, закон конкуренции. Когда у тебя один банк, от которого ты полностью зависишь, там, у тебя одна история. Он тебя. Да, когда у тебя несколько банков, и, как бы, везде выстроены отношения, позволяют лимиты, то ты уже можешь как-то разговаривать на более партнерских взаимоотношениях. Тебя слышат, тебе, как бы, при том, что по отрасли, как бы, у нас средние цифры. Я бы сказал, не тебя слышат, а тебя вынуждены слышать. Слушают, слушают, да. Нет, это все понятно. Я думаю немножко о другом. Ну, хорошо, 19 годовых. Это же тоже дорого. Ну, не 28, когда у нас после 24 февраля, в прошлом году, в марте-апреле, даже до 32 доходил. 32 годовых? Да. Ну, это недолгий промежуток. Это недолгий, прям короткий промежуток. Какую рентабельность надо иметь, чтобы выдерживать такие ставки? Да здесь беда-то немножко в другом. Дело в том, что многие отрасли промышленности, большинство отраслей промышленности, когда пошли вот эти вот огромные ставки, получили различный вариант субсидирования. То есть, были разные вспомогательные механизмы, быстро запущенные нашим правительством, которые позволили разным отраслям более сглаженно происходить вот эти пики. А алкогольная отрасль отличается от всех других отраслей, потому что она акцизна. Ну да, у вас наоборот. У нас считают, что да вам и так все хорошо. Вот я лично могу сказать, что инициировал обращение в Совет Федерации, бюджетный комитет, и собрал письма с, по-моему, 23 или 24 российских производителей алкоголя в поддержку своему обращению. Со всеми переговорили, все к нам присоединились, все направили вместе с нами там висит пакет. Я говорю, нам не надо субсидий, нам не надо дотации, нам ничего не надо. Ради бога, пожалуйста, дайте нам не 25 дней после отгрузки на уплату акциза, дайте нам еще месяц. Ну просто месяц. Мы сразу кредитную нагрузку сократим, нам проще будет дышать. Просто отсрочку на акциз хотя бы на 3-4 месяца вот этих вот безумных конских ставок. Сказали, вы что, вы же акцизный алкогольщик, у вас все хорошо, невозможно, ничего невозможно. Поэтому в нашей отрасли это вот один из моментов, почему крайне тяжело развиваться в плане банковского финансирования на инвестиционные программы какие-то, на увеличение производства. Потому что мы лишены любых дотаций. По всем каналам, которые там дают, Минпромторги, Фонды развития, ничего. То есть мы лишены любых дотационных денег на масштабирование бизнеса, на строительство каких-то занятий. Мы, как только у нас аквет, алкоголь, все, до свидания. Вы должны получать по максимальной ставке по полной маме. Так я хотел бы спросить, а вы что-нибудь там безалкогольное делаете? Безалкогольное нет. Нет? Нет. Грустно надо делать. Зачем? Ну как зачем? Чтобы сказать, а мы не только алкоголь производим. В этом плане. Нет, как бы все равно, в любом случае, там же банки в этом механизме всегда задействуют. Да, я смеюсь. Нет, слушайте, а вот такой вопрос. Вот вы сказали мы. То есть, вообще сколько предприятий ваших конкурентов, отрасли? Это много предприятий? Это много предприятий, но я смотрю, в среднем по году порядка пяти заводов закрывается. Серьезно? Да. А сколько открывается? Нисколько не открывается. Я вам более того скажу, что с момента нашего старта и старта Калужского кристалла в 2018 году, мне кажется, на памяти о никто новой-то у нас и не появился. А сколько вот всего успешных, скажем так, заводов? Правильно сказать, кто отгружает продукцию. То есть, если завод... Ну, успех, понятие очень относительно... Хорошо, живые, живые. Вообще, вот по-моему, что это 85 площадок по итогам 2023 года, которые водку подгружают, водочные лицензии. Хорошо. Основная базовая лицензия. И в чем как бы прикол? То есть, я не думаю, что это очень маржинальный бизнес. Вот если чисто водкой заниматься, это маржинально? Конечно же нет. Ты должен закрыться через какое-то время. Ну, логика подсказывает. Серьезно? То есть, водка, вот если ты занимаешься только водкой, ты банк будущий. Ну, в какой-то перспективе, сколько тебе хватит там проваляться. Смысл получается в следующем, что какая бы ни была маржинальность на этой водке, она полностью съедается маркетинговой активностью, чтобы, если ты, а, ты должен тратить активность на то, чтобы отгрызать кусочек рынка, и, б, ты должен тратить, ну, в меньшей степени уже активность на того, чтобы, когда пришли другие ребята с активностью, чтобы тебя не выкинули с пола к этому магазину, а ты там остался. Понимаете, беда заключается в следующем. Вот просто несколько цифр, которые вот четко характеризуют всю эту историю. Вот магазинов, которые отгружали водку в январе этого года, это 191 тысяча. Это розничных точек, это сети, там, и все. 191 тысяча точек по всей стране. По всей стране, которые отгружали водку. И вот они отгрузили 157 миллионов единиц бутылок. Я причем беру от 0,1, даже от 50 граммов. Я запишу, мне, смотрите, 150 миллионов. 157 миллионов? 157 миллионов. Миллионов бутылок. Это всех позиций. То есть, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7 литр. Ну, это все проводку. Только. Я говорю, только вам проводку. Вот, еще циферку напишите, что 191 тысяча торговых точек. Так. Другие цифры. Значит, та же 191 тысяча торговых точек. Угу. Отгрузила 70, там, не помню, 75 миллионов, по-моему, единиц 0,5. Ну, это самая понятная емкость, вот, средняя 0,5. Ну, потому что мы не будем брать там 0,1, 0,5. Ну, та самая полулитровка. Это самая стандартная полулитровка получается. То есть, полулитровка, это примерно чуть меньше половины от всего. Да, ну, потому что много. 0,1, 0,2. Они же самые массовые объемы получаются. То есть, 0,1 продается больше, чем там, ну, то есть, их много народу покупает. Ага. Вот, мы видим, как бы, по количеству. Подождите, а на троих лучше 0,5 или 0,7? Конечно же 0,5. 0,5. Не, на троих лучше, наверное, 0,7. 0,7. Да. Все, буду знать. Эффективно. Эффективно. Потому что 0,5 придется бежать за второй, а это уже может быть много. А когда 0,7, то это уже вроде как нормально, и за второй бежать ленивым. То есть, ну, логика подсказывает так. Понял. Нет, я себе возьму на заметку, чтобы знать. А самое, что интересное, вот здесь вот, где вы только что записали, 70 миллионов бутылок, разделите на 3600 позиций. Ё-о-о-о-о-о-о, 3600 позиций. Так. У меня уже голова сходит. Слушайте, это, кстати, плохо. Вот я сегодня разговаривал с моими ребятами. Я говорил, знаете, вот ты приходишь в магазин, тебе надо купить сыр. Вот как было при советской власти, да? Три сыра. Вонючий сыр, который именовал себя Рокфором, да? Такой непонятный Рокфор. Потом российский, потом какой там еще был, черт знает, голландский, что ли, какой-то. Это все. Вот. Многообразия не было. Нет, ну было же хорошо. Не надо было думать. Вот. А сегодня приходишь в магазин и страдаешь. У тебя же вот такой выбор. Слушайте, то есть водок много. А вот теперь у меня вопрос к вам. Их колоссально много. Да, теперь вопрос к вам. Вы производитель. И вы производите сколько у вас там позиций? Ой, у нас много позиций. У нас более полутора сотен, если вы так по номенклатурно посмотрите. Почему ваши копят, а другие нет? Почему ваши будут более успешные? Чем вы вот самый главный вопрос? Уже без шуток если. Если без шуток говорить за любой продукт, который выпускает на сегодняшний день Калужский кристалл, то это безоговорочное качество. Причем, что это не просто пустые слова. То есть можно как бы апеллировать к тому, что каждый производитель говорит, что у меня безоговорочное качество, безоговорочное качество и так далее. Но у нас реально качество. И самое главное, это подтверждается тем, что качество можно проверить только когда ты сравниваешь что-то одновременно, последовательно. То есть ты берешь, например, водку. У нас любимая история на заводе, когда к нам приезжают какие-то гости. Они всегда у них, особенно когда не из отрасли, а из банковской сферы, либо из государственного регулирования. У них такое, все водки одинаковые. Ну плюс-минус, все водки одинаковые. Это вы, потому что вы профессионал. Я вам расскажу историю. Во-первых, я не профессионал. Но вы наверняка пробовали разные позиции. Я вам более того скажу. Я не буду здесь заниматься рекламой, но у меня есть парочка, тройка. Фаворитов. Да, естественно, фаворитов. Назовем это так. И вот вы знаете, у меня, кстати, к вам вопрос. Вот правда, что производят некую позицию, а она потом портится. Не со временем, а вот качество потихонечку уходит. Вот находишь какое-то, я как потребитель говорю, находишь какую-то классную водку. Вот борщом хорошо, там счетным хлебушком, все классно. Вот прямо слеза, прямо тут вообще. Проходит полгода, сивушный запах, все не то. И это не подделка. То есть, вот как бы, причем мне это многие говорят. Вот знаешь, берешь что-то, находишь новое, а потом качество вот уже не то. Это правда? Или это чисто субъективно? Здесь, во-первых, субъективно. Во-вторых, это, так скажем, некий стереотип, который всегда происходит. То, что вот, раньше водка была лучше, трава зеленее, небо синее и так далее. Ну, честное пионерское. Вот было на дегустации, опять же, не буду называть. Один очень известный завод. Только-только они стали выпускать водку, которая там вообще заполонила весь мир. На дегустации мне показывают эту водку. Ну, супер. Просто супер. Пришел домой, представляете, нашел наконец-то водку своей мечты. Прихожу там где-то через буквально, сколько это было, ну, полгода. Не то. Не то. Уже не то. У меня еще есть несколько вот тоже таких фаворитов, но вот что-то не то. Так вот, вопрос. То есть, вот для того, чтобы это качество держать, это вообще трудно? И вообще, вот что такое держать это качество? Это, ну, здесь, во-первых, всегда есть человеческий фактор. То есть, на предприятии трудятся люди, и водка – это тот продукт, ну, и как любое другое ликвироводочное изделие, это тот продукт, который создается людьми. Который создается с помощью вот этих вот тонкой органолептической настройки, которые присутствуют у технологов, у профессионалов которых. Я вам приведу просто пример, который у нас в ковид случился. Вот наш главный маг-технолог, она переболела ковидом. У нее случилось вот это вот на какой-то промежуток времени, у нее случилось вот это вот исчезновение и трансформация. Для человека, который посвятил свою всю жизнь этой профессии, это страшно. Конечно. И у нее есть, конечно же, там, все ее там рецептуры, технические инструкции, все подробно написано, там, 5 грамм того, 7 грамм того, там, и так далее, и тому подобное. У нее есть штат сотрудников, которые купажисты, там, и так далее, которые выполняют работу под ее руководством. Но она это все все равно пробует, прежде чем это запустить в окончательное производство. И вот, когда у нее случилась вот эта вот история, она пробовать-то не может уже. Но есть понимание, что нужно положить там 5 грамм того, 7 грамм того. Это люди добросовестно берут эти рецептуры, технические инструкции, делают все по инструкции. А мы-то пробуем и говорим, а что-то не то. Вот, казалось бы, что-то не то. Вода. Нет, все то же самое. Они действуют по рецептуре. То есть, они полностью соблюдают всю рецептуру, а у нее все равно какие-то другие настройки. Она чуть-чуть по-другому это видит. Она чуть-чуть в какой-то момент всегда добавляет элемент какого-то творчества, какого-то... Ну, ты прямо как бордо делают то же самое. А вы тут, знаете, не намного проще. Люди, которые способны чувствовать полутона и оттенки в спирте 96-процентном, поверьте мне, это не бордо даже дегустировать. Я сам не могу дегустировать спирт. Для меня это какая-то закрытая верхняя там иерархия, куда я не могу добраться. А человек пробует, ты понимаешь, вот этот спирт вкусный и хороший, а это невкусный, нехороший. Мегаспирт невкусный, нехороший. Это настройка. Кому-то, вот я духи не понимаю, например, абсолютно. А вот люди там чувствуют в духах кучу оттенков и способны собирать какие-то ароматы из кучи возможных вариантов. Я этого просто не понимаю. Вы ко мне пришли в кабинет тогда, а у меня разлилась банка. Никого-то как раз чувствовалось. Нет. Слушайте, хорошо, вот вы сказали про рынок. Давайте вернемся на секундочку. Итак, вот в рынке. Мы хотим циферку. Да, потому что мне заинтересовало. Мы циферку 3600 написали, а теперь, когда мы разделим вот эту циферку, количество магазинов, да? А, 70 миллионов бутылок мы разделим на количество магазинов. Мы получим цифру 350. То есть, это некое среднее количество бутылок водки, которое продает некий средний магазин в Российской Федерации каждый месяц, условно. Берем январь, потому что он такой середнячковый. А теперь посмотрите, сколько у нас позиций. 3600. У нас количество произведенных позиций в 10 раз больше, чем в среднем продающем магазине с полки. То есть, это, понимаете, масштаб конкуренции. То есть, даже если мы сократим на сегодняшний день на 10%, на 20%, на 50% сократим рынок количества номенклатуры, это все равно будет очень много. Вспомнил, что в советские годы было водки видов? Ну, нет. Это я помню. Была та, которая за 3,62. Потом она стала 4,12. Вот это я помню. Так. Что еще? Была какая-то особая, по-моему. Была московская. Русская, посольская, столичная, московская, золотое кольцо. Да. Так. Ну, я думаю, что мы в десяток упремся. Ну, пожалуй, да. И было легко жить, слушайте. Но все они были говном редким. Ну, почему? Не знаю. Разные впечатления. Ну, потому что всему что-то. Вспоминает, как что. Она была хорошая. Там вот посольская была хорошая какая-то. По Астраханскому пробовали. Нет. Вот это, знаете, врага нашел, привязал к этому самому. Заставил пить. Заставил пить. Вот это все. Так вот, у меня вопрос. Получается, что конкуренция дикая. И единственное, чем можно конкурировать, либо демпингом, да? Либо каким-то невероятным маркетингом. Опять. А стоимость маркетинга постоянно растет? Ну, конкуренция не увеличивается. Я бы сказал, наоборот, конкуренция чуть уменьшается. С учетом того, что народ начинает потихонечку из рынка выпадать. Который не справляется, так скажем, с задачами возникшими. И я думаю, что эта тенденция сохранится у нас. Существует усталость уже у многих персонажей, которые работают на рынке на протяжении десятилетий. Они понимают, что когда-то надо выходить. Потому что перспектив. Все мы живем ради того, чтобы какие-то были перспективы. И думаем, завтра будет лучше. А когда год завтра не лучше, два завтра не лучше, три завтра не лучше. А вчера было гораздо лучше, чем с каждым последующим годом. Люди начинают уходить из бизнеса. Это, по-моему, анекдот был про Бобика. Что-то такое. Про перспективы у меня здесь про шарика. А, про шарика, да. Но перспективы очень хорошие. Так вот, слушайте. Если уходят, то есть рентабельность низкая, тогда выход какой? То есть водкой заниматься нельзя. Нужно. Без нее нельзя. Это как здание не может стоять без фундамента. Понимаете? Вот то же самое. Если фундамент низко рентабельный, его сшатаются. Правильно. Поэтому стратегия моя, как производителя, сделав этот фундамент, создав, забравшись на эту определенную десятую строчку в рейтинге. Пусть даже десятую строчку. Обеспечить себе полностью всю контрактную базу по всей стране. И дальше на эту контрактную базу насаживать, насаживать, насаживать маржинальные позиции. Ага. Это продажники, которые люди десятилетия отдали. То есть завод – это там десятилетие люди, которые отдали производство. А симбиоз между заводом и продажниками. Завод выполняет производственную функцию, а продажники доносят до, так скажем, канала взбыта ту продукцию, которую делает завод. И вот мне крайне везет, наверное, по жизни то, что я отбираю тех людей интуитивно, которые соответствуют моему психотипу. Вот такие вот энерджайзеры, которые. Вот у меня кого не возьми, всем всегда тосты, глядя, слушай, ты такой энерджайзер, там, Лен, ты невероятный, Катя, ты невероятный энерджайзер. И они все вот такие вот. То есть у меня задача, чтобы в команду попадали люди, которые не просто хотят сидеть на попе ровно, довольствовавшись зарплатой какой-то цифры Х. Для меня в команде нужны люди, и я стараюсь всегда, чтобы у меня в команде максимально были люди, звездочки, для которых нет цифры Х. Для них всегда цифра Х – это лишь некая переменная, которую надо достичь для того, чтобы двигаться дальше. Вот я живу в этой парадигме. И они также живут. А, во-первых, где вы их находите в таких количествах? Слушайте, ну, когда вы 20 лет занимаетесь одним и тем же бизнесом, вы… Я 30 лет инвестициями занимаюсь, и, блин, если у меня все будут энерджайзеры, ну, во-первых, я тогда точно попробую. А, во-вторых, нет, правда, это действительно невероятно сложно найти. Это очень сложно. А вот, слушайте, ну, ведь энерджайзер-энджайзер, а тут ведь нужна система мотивации. Ведь это главное, энерджайзер, он долго это… Не будет на этом плато своим энерджайзерскому. Почему? Ну, система мотивации является вечно вперед, движение к результату. Вот у меня, для меня, мой энерджайзизм – это постоянно новая цель. И у них то же самое, такие же люди. У них новая цель. У них цель стояла, у меня на заводе стояла, там, произвести миллион бутылок в месяц. Это прям цель была, которая прям мы просто к ней перлись зубами. Когда мы достигли, мы такие, ну, миллион, классно, отметили. Что, идем в два? Идем в два. И вот, и точно так же люди поперли к два. А вот, подождите, вот есть команда, да? Вот есть, ну, там, некий набор. Ребята, кстати, сколько у вас команды? Порядка 400 человек на сегодняшний день, плюс аутсорс, который мы привлекаем. Не, ну, вот я имею в виду команда. Заводская? Нет, команда-команда. Ну, вот ключевые люди, без которых вообще ничего. Которые пойдут за вами в огонь и воду. Ну, я думаю, что это порядка 30 человек. 30 человек? Да. Хорошо. Вы их долго, кстати, собирали? Самый человек долгий в моей команде, который со мной работает, с 2006 года. Достаточно уже, достаточно. Так, ну, вот хорошо. Вот как оно происходит? Вот я так понимаю, что вы вот закручиваете все. Вот я сейчас говорю о том, что вот как руководитель может закрутить все, и вот как он может отдать импульс всему своему коллективу. Это правда многим интересно? Две вещи. Это закручиваешь, вторая – это генерить идеи. То есть нужно придумать идею, нужно зажечь ей коллектив, и дальше эту идею броситься ее реализовывать. А если человек не вписывается, если он, допустим, ленивый, если он, ну, как-то вот все так, а он говорит, а что, я пришел? Он не уживается. А там с девяти до шести я работаю, потом пошли все в баню. Он не уживается в этой истории. Он просто не уживается, потому что его коллектив просто, ну, он его отторгает в какой-то момент. Ну, невозможно. То есть у нас, у нас люди, для них, как бы, вот нет такого с девяти до шести. И нет выключенного телефона в отпуске. И нет, то есть это невозможно. То есть попадались люди, которые там, все, я, как бы, вот у меня тут три дня без оплаты, все, меня не беспокойтесь, и так далее. Но они отторгаются, они не приживаются в команде. То есть люди, когда вовлечены полностью на сто процентов, на двести процентов в процесс, там, я не знаю, она едет, ну, может, это не совсем правильно в идеале, да, в идеальной бизнес-модели. Ну, человек едет, там, не знаю, в горе на подъем, там, достает телефон, там, открывает Excel, там, планшеты, там, начинает что-то там фигарить из рюкзака. То есть вплоть до такого. Вот люди находятся в отпусках, как я нахожусь в отпусках, да, но я всегда нахожу время для того, чтобы решать все вопросы, которые происходят. Вне зависимости от того, где бы я ни находился. Тогда вопрос. Вот смотрите, это для меня, напомню, ключевой вопрос. Вот чтобы люди так работали, они должны быть за что-то очень все равно замотивированное финансовое, так? Да. Ну, морально понятно, команда понятна, но у них должны быть, тем не менее, какие-то хорошие морковки. Ну, без этого невозможно. Вот вы поставили цель, там, миллион бутылок, классная цель, амбициозная, потом два миллиона. Хорошо? Но, как только вы ставите цели, там, либо бонус годовой какой-то, либо еще что-то, у вас маржинальность. Нет такого? Нет такого. Потому что, ну, ты же большее количество производишь, соответственно, больше у тебя получается выхлоп с, ну, относительно оборота. Да, но ты начинаешь больше платить коллективу. А здесь не прямая пропорция. Здесь не идет, ты начинаешь больше платить коллективу, но это все равно оправданно получается математически и денежно, потому что это не два одновременно растущих столбца. Они чуть-чуть прилично отличаются друг от друга. И здесь коллектив, он не только материально сделан, то есть материально состоящий безоговорочно. Когда ты ставишь, особенно у сейлзов это очень важно, когда ты им не ставишь рамки и границы, то когда человек нацелен на результат, а он лишен границ максимальной ставки, которую он способен добиться, и самое главное, у него есть страсть к этому. Потому что я работал в разных командах. Я когда пришел в Москву работать, у нас был отдел региональный, мы работали. И коллеги, которые со мной там рядом были, вот у них достижение там, не знаю, зарплаты в 100 тысяч рублей, все было панацея. Больше ничего им в жизни было не надо. Вот, у нас огромное количество людей так живет. Вот у тебя зарплата 100 тысяч, и вот счастье, все, больше не надо. Ты закрыл все свои материальные потребности того образа жизни, который у тебя есть. Тебе все комфортно, тебе дальше ничего не нужно. Никогда бизнес с такими людьми расти не будет. Лучшая награда для таких людей – это выходное пособие и до свидания на улицу. То есть у вас вот такой человек не приживается и сразу уходит? Не приживается категорически, но он не может просто прижиться. У нас приходят люди, которые, да, это методом проб и ошибок. Я не говорю о том, что каждый пришедший к нам в команду человек, он оказался безоговорочно, мой психотип, и готовый там бежать на баррикады за горизонт для достижения невероятных материальных благ. Не все такие. Приходили люди, которые не справлялись. Приходили люди, которые изначально себя бла-бла-бла там языком позиционировали одним образом, продавали себя одним образом, а когда касалось дела работы, они оказывались там неспособны. Ну, это как везде. Везде. Всякое было. Но еще раз, это работающий бизнес-организм, который, как и любой другой бизнес-интитут России, действует все-таки в рамках одних и тех же людских ресурсов и так далее. Хорошо, тогда я им задам конкретный вопрос уже ближе к телу. Да, кстати, а по поводу людей. Вот вы сейчас выходите на IPO, опционы им давать будете какие-то? У меня сейчас, в данный момент, этой идеи нет. Но, опять же, спасибо то, что я общаюсь с ребятами, которые на этом рынке работают, я имею в виду на финансовом рынке, на биржевом, работают уже очень давно. В ходе наших каких-то диалогов, там, не брали это на интервью, но и после интервью, до интервью, когда мы просто разговариваем, эту идею мне донесли и у меня в голове ее сформировали. Причем я понимаю, что это абсолютно успешная история, которая реализована уже там другими людьми, которые давно это делают. И мне очень понравилось, что обязательно ее надо реализовать. Потому что, а, это в долгую людей мотивирует с тобой двигаться, в долгосрочной стратегии, если ты настроен, чтобы люди все-таки никуда от тебя не девались, чтобы, потому что есть люди, когда перегорают, там, устают в какой-то момент и так далее. И вот эта стратегия, это прям стратегия в долгую и стратегия собственника предприятия, который, а, уверен в своем бизнесе, а, б, люди, которые уверены в этом бизнесе. То есть, это не просто то, что они пришли на работу с 9 до 6, а они реально верят. И вот это вот помимо, я не успел тогда сказать, что помимо материальной, как вы сказали, морковки, которую там надо бежать абсолютно, здесь, я даже не могу, как это правильно назвать, здесь люди, а, с высокой долей ответственности, и, б, с высокой долей мотивации именно на результат. А результат, он не обязательно материальный. Результат завоевания рынка, это тоже результат. Результат выхода на новую мощность завода, это тоже результат. У каждого свой нематериальный результат, который в чем-то другом можно измерить и понять. У вас доска почета на заводе есть? Нет, 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 доски почета нет. Надо, кстати, сделать. У нас страна знает всех своих героев, у нас безоговорочно, они все наперечет. Слушайте, ну хорошо, вот давайте так, вот я смотрю ваши показатели. Вот опять же, вернемся к IPO. Вы классные ребята, хорошая команда, все здорово. Но я вижу вот следующее. У вас там рост. В 2020 году у вас была выручка 641 миллион, правильно, рублей всего. Окей. У вас в 2022 году было более 2 миллиардов рублей. Окей. У вас за три квартала прошлого года 2 миллиарда 300. Ну, то есть, я так понимаю, что по году, наверное, будет где-нибудь 2,6 миллиарда. А, 3, да? 3 и 3 с лишним. 3 с лишним. Да. И вдруг я смотрю то, что вот вы декларируете, что у вас будет рост какой-то прям в геометрической пропорции. Рост продаж. Но мы понимаем, что это цифры указаны без акциза. А, нет, я не в курсе, кстати. Это цифры указаны без акциза, потому что выручка, которая идет здесь с акцизом, здесь идет 9 миллиардов. А, вот так вот. Конечно. У нас же огромная налогоблагаемая база. Откуда я знаю, что это с акцизом будет 10? Здесь очищена как раз акциз. Ну, понятно, дело НДС, само собой, вычтен там. Здесь очищен акциз. И поэтому вот эта вот составляющая везде, она здесь прибавляется. Поэтому выручка у нас идет все-таки с акцизом, которая, ну, здесь она очищена, вычтена. И поэтому, если говорить в цифрах вот в денежном, именно в ВАЛе, да, то она значительно больше, потому что мы платим государству огромные налоги. Это понятно, да, так сказать, и будут вас щипать и дальше. Ну, не щипать, это наша, как сказать, святая обязанность. Или как это, социальная функция ответственности. То есть, вы, ребята, с высоким уровнем социальной ответственности. Хорошо. Когда меня спрашивают, а как вы вообще живете с тем, что вы яд производите, я говорю, вот потому что у меня высочайшая социальная нагрузка, социальная ответственность. Вы знаете, я когда-то был знаком с одним парнем, он был руководителем инвестиционного бизнеса. А с другой стороны, он был кришнаитом. Я ему задавал вопрос, чувак. Как? Вот как? Вот с одной стороны, у тебя же там ничего азартного, там, кришнаит. А с другой стороны, ну, как бы инвесткомпания, плюс там, брокерич, плюс там, азарт. А это, говорит, Женечка, все на храм. Все на храм. Тоже жизненная позиция. Вот, да, да. Это была такая жизненная позиция, было очень интересно. Но, так все-таки, вот вы декларируете какие-то колоссальные темпы роста. За счет чего? За счет того, что мы планируем активно развиваться в сфере ликероводочных изделий. В нише ликероводочных изделий. А вот расскажите, вот, во-первых, ну, ликероводочные изделия, это как? Это то, что не вот. Биттеры, это все. Биттеры, коктейли, джины, виски, бренди, все. Все, что касается вот этой настойки, различные, самые разнообразные, это огромный абсолютно, там, комплекс различных напитков. Это вот все, включаясь самогон, это все у нас ликероводочные изделия. Но это же очень конкурентный бизнес. Это более сложный. Конкурентный бизнес – это водка. Давайте так. Это вот однозначно. Если взвесить на чаше весов конкурентность и конкурентность, то здесь абсолютная история. Здесь ты конкурируешь не только с российскими производителями. Очень сильно данный сегмент заполнен иностранными производителями. Вот с ними конкурировать в текущих реальностях, в текущих реалиях очень интересно. А самое главное – очень эффективно. Потому что все-таки рынок ЛВИ, он наполнен, там, все вот эти напитки, которые я назвал, но они мало исторически производились. Ну, кроме настойок, самогона. Все остальное – это такая некая история, привезенная в нашу страну откуда-то из-за рубежа. Ну, да, какой-нибудь там Ермастер, там вот это все. Ну, там и биттеры, все, это все наши зарубежные диковинки, которые, как бы, мы производили бальзамы, там, российские заводы, да, советские, там, ГОСТы и так далее. А вот эти, ребята, производили биттеры, как бы, плюс-минус, но бальзам-бальзам, биттер-биттер, как бы. А тут ведь самое главное – это проблема. Вот я, опять же, как потребитель. Вот вчера сижу с товарищем, вот нужно какой-то дежестивчик, да? Вот ресторан. Что там есть? Там граппа какая-то есть, там какой-то ром есть. Ну, напоследок так. Все импортное? Да, все абсолютно импортное. Знаете, вот я сижу и думаю, была бы какая-то вот классная штука такая, вот, чтобы просто вот не надо крепкое, надо что-то вкусное. Ну, самое вкусное было там лимончелло. Я в итоге подумал, и эту вот самбуку, которую поджигаешь, что-то вот ее захотелось. Но мне удивительно, ведь я в ресторане, в хорошем ресторане, не нашел ничего такого-эдакого нашего. То есть, какой-то классной настойки. А ведь это действительно тема. И вот у меня вопрос. С одной стороны, это безумно конкурентно, да? С другой стороны, вроде как спрос есть. И вот скажите, насколько этот рынок, он, ну, как бы, емкость его, какая сейчас и какая в будущем? Расскажите об этом. Ну, вот получается, если брать рынок крепкого алкоголя, в России это порядка 800 миллиардов по году. Так, давайте я запишу. А рынок ЛВИ это порядка 140 миллиардов всего. Но мы понимаем о том, что на этом рынке, как вы правильно абсолютно заметили, если мы посмотрим магазин, ресторан, мы видим, что основная ключевая масса, это все-таки иностранные производители. Что отличает в реалиях 22-го года, 23-го года иностранных производителей, то, что, а, они большинство остались здесь, никуда не делись, но везутся через условия параллельного импорта, который позволило им государство здесь, в России, реализовать. То есть, стоимость данных производителей по сравнению с до 24-го февраля, она увеличилась от 30 до 60%. То есть, у них плюс 30, там, 60%. Да, только за счет того, что они никуда не делись, их количество-то не уменьшилось. Да, бывают перебои с логистическими цепочками, там, фургет стал, там, и так далее. Но это все, как бы, мелочь, погрешность. Основное то, что они подорожали, но они все остались. Но получается, что их рост цены дал вам возможность. Их рост цены дал нам возможность раз, а еще нам возможность дало то, что они перестали в Россию вливать прямые маркетинговые инвестиции. Понимаете, когда у каждого производителя здесь была выделена команда, там, я не знаю, штат, офис, там, и все остальное прочее. Ну, да, наружная реклама. Реклама у нас запрещена очень давно в алкоголе. Здесь это ничего не работает. Они вкладывали инвестиции в работу с каналами сбыта. То есть, все доступные любому алкогольному производителю механизмы, это всякие различные палетные выкладки, это торцевые выкладки, это дискон по цене, это там, какая-то мотивация за покупку, там, и так далее. Весь баян, то, что представляет у нас на сегодняшний день инструментов маркетинговой активности для алкогольного производителя, в силу того, что у них бюджеты колоссальные, ну, это международные корпорации, как правило, сюда, они всегда нас задавливали, у нас, в принципе, мы сетей не особо не интересовали с альтернативными напитками. А вот на сегодняшний день, когда эта составляющая отпадает у нас, то есть, в принципе, само наличие в портфеле импортера, там, условно говоря, гермайстера, уже автоматически открывает при конкурентной цене ему на полку магазина в сети, потому что его и так там купят. Вне зависимости, вольет он туда денег. Ну да, мы уже знаем, вот спроси чего-то, я скажу там. Джеймисон, Джим Бинн, Джим Бинн, Стангернастер, Ром, Бакарди, все знают их. То есть, народ уже идет за своим этим Бакарди, за своим этим Джеймисоном, потому что он его хочет купить. Но тут вступает два фактора, которые играют нам на руку, на сегодняшний день российским производителям. При одном важнейшем факторе мы должны соответствовать качеству зарубежных аналогов. Это аксиома. Может быть лучше, но хуже точно быть не может. Хорошо, тогда вопрос. Вот вы произвели какую-то классную настойку. Ну, вот действительно классную. Не настойку. Настойка – это не совсем удачный пример, потому что настойка – это старая советская история. Настойку производят все. Хорошо. А вот чего вы производите такое, чтобы я, знаете, вот облизнулся и сказал, а вот только хочу, чтобы у меня она была вот в заначке, в нычке моей, чтобы жена не обнаружила. Шучу. Ну, мы сделали классные напитки, которые я не уверен, что вы облизнетесь. Ну, то есть, может быть, вы просто не совсем прямая целевая аудитория для этих напитков. Например, это сливочные ликеры. Линейка, которую мы сейчас запускаем и расширяем эту линейку, которая востребована рынком и нравится нашим покупателям. И самое главное, имеет огромную динамику роста, которая кратно превышает наши текущие производственные возможности. А насколько это маржинально? Это маржинальность на рынке ЛВИД порядка 30% для завода. Ого. Слушайте, а тогда почему бы не сконцентрироваться вот только на этом? Все инвестиции 30%? Это же классно. Так мы туда сейчас и концентрируемся. Я же говорю, водка мы создали плацдарм. Мы его хотим теперь удержать в том виде, без излишних инвестиций. Всегда тяжелее откусывать у кого-то. Потому что ты кусаешь, ты тратишь, он тратит, ты должен больше потратить. А когда ты удерживаешь, ты уже понятен. Но это более простая процедура, которую мы в дальнейшем планируем двигать на протяжении до 26 года. А вот в этот рынок, который мы с вами сейчас только что посчитали, мы планируем максимально вклиниваться и максимально отъедать «А» у зарубежных коллег. А настойки – это все-таки пророссийскую историю. Настойки производят у нас по советским технологиям все заводы, которые производят. И как раз настойки по сравнению с другими историями с ЛВИ, с ликерами, с коктейлями, с ромом, с бренди и прочими сложными напитками, они более массовые. Потому что еще очень важный момент, что мы 85 заводов-то сказали, когда мы в 22 году получили лицензии на производство бренди, виски, рома, коктейлей и чего-то еще. Сейчас я не помню, какую-то пятую еще разрешение. Мы были то ли седьмой, то ли восьмой завод в стране, который висит в портфеле. На секундочку. Поэтому, внимание, вопрос. Когда говорят о том, что «А что, если завтра вас все догонят?», так ты сначала завод технологически оснасти, потом, чтобы догнать. Потом залицензируй. А у нас это почти год заняло получение всех этих историй. Сколько же денег в этом, похоже? Ну, на сегодняшний день, если смотреть нашу инвестиционную программу, то порядка 500 миллионов у нас ушло. Мы же приближали облигационный заем, 300 миллионов. Именно в марте 2023 года, когда первый раз вышли на рынок, и в нас первый раз поверили инвесторы, я первый раз почувствовал, что такое небанковское финансирование. А, ну это, небось, процентиков под 11-12. 13,5. А, 13,5. Это хорошо, это душевно. Я очень жалею, что я… Мало жалеет. Я очень жалею. Нет, это же новый инструмент. То есть, я никогда им не касался. Мы его попробовали вообще на зуб, что это такое. А потом ключ пошел вверх, и уже было все поздно двигаться. Но мне говорили, а что ты не возьмешь там ярд, и тогда ты закроешь все свои кредиты. Ну, страшно. 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 Здесь страшно. Но, тем не менее, мы получили трехлетние деньги, которые, понятно, на фиксированной ставке вне зависимости от ключа. И, как бы, с успехом мы их засунули в увеличение масштабирования производства, которое мы вырастили, получается, почти в 3,5 раза по сравнению с тем, что было в 2018 году. То есть, вы взяли 300 миллионов рублей. Плюс еще дополнительно то, что нам удалось заработать в ходе нашей операционной… И смогли поднять продажи в три раза? Мы не в три раза подняли, это было же 23-й год в марте. Мы не в три раза, мы выросли в 2023 году на 75%. А 75%? 75%, да. Но мы в 200% выросли в ЛВИ. То есть, мы запуская… То есть, изначально, представляете, это 100% водки. А постепенно, да, мы как бы фактически от нуля стартовали. Поэтому, потому что сотни-сотен процентов здесь уже идет. В дальнейшем рост в процентном соотношении он, конечно же, замедлится. Но в количественном выражении бутылок, денег и полученной прибыли, он будет только увеличиваться. Почему? Отвечу на этот вопрос сам себе. Да, вот почему? Вы мне ответите, тоже мне интересно. Потому что модель взаимодействия… То есть, во-первых, сейчас 60% российского рынка – это федеральные сети. Это которые всю страну закрывают. Сейчас они уходят на Сибирь, на Дальний Восток, будут двигаться оттуда, экспансия. Будет это там 70%, 75% российского рынка. Российский рынок алкоголя очень прозрачен. То есть, он доступны все цифры аналитики. Что продается, сколько, откуда я беру все эти цифры. Потому что мы видим, у нас есть ЕГАИС, в котором почитана каждая бутылочка, выпущенная производителем, отгруженная производителем и проданная в рознице пик с помощью… Нет, кстати, вот эта цифровизация, они действительно научились видеть все. Все. То есть, ни копейка из НДС нельзя уже, все. Тут ничего даже… НДС – это же копейки по сравнению с акцизом. То есть, здесь самое главное для нас – это акциз. И все сети настроили аналитические программы, аналитику, которую они в том числе продают. Они готовы тебе за деньги показать все, что продаешь ты, конкуренты, вплоть до бутылочных, вплоть до каждого магазина. Все, что находится сейчас у нас на территории России. Эти сети, все крупные сети федеральные, они всю эту историю могут ретранслировать поставщикам своим. И что начинает работать? Если раньше работал принцип «вот тебе котлета, будь добры мне, заведи мне на 5000 магазинов». Вот какой был товарообмен между производителем и федеральной сетью. Сейчас ты с сетью разговариваешь исключительно на языке цифр. Что важно для сети? У нее полочное пространство крайне ограничено. Ей важно, чтобы бутылка, которая стоит на полке конкретно в каждом магазине, чтобы она максимально эффективно оборачивалась. И чем дороже эта бутылка, тем, соответственно, больше рублей сеть зарабатывает с этой единицы полочного места. Все, вот это вот прямо тренд. Дальше что делает сеть? И что мы прошли по итогам 2023 года? Мы придумали, вывели новые интересные продукты. Мы запустили биттеры, мы запустили линейку сливочных ликеров, мы выпустили соджу. Соджу это что? Соджу это корейская водка, которая у нас проходит как аперитив. Мы первые в России. Которые с пивом надо мешать. Совершенно верно. Я знаю, мы с корейцами общались. Это самый один из динамичных напитков по миру, который развивается просто колоссальными темпами. Мы первые в России ее создали и запустили в октябре месяце. Об этом во все СМИ написали, потому что это реально колоссальный рынок. И сейчас мы его фактически формируем. Почему объясню? Вот дальше про сети, и сразу мы прям затронем, свяжем это напрямую с соджу. Как пример. Сеть готова тебе предоставить, если ты занимаешь достаточное место в ее портфеле, в виде в уличном портфеле, то есть весомый поставщик, готова тебе предоставить определенные тестовые площадки, регионы. Либо макро-регионы, либо кусочек региона, либо области и так далее, где ты можешь оттестировать свой продукт и доказать его состоятельность. Дальше решение масштабировать или нет, она принимает на основании продаж в кассе и оборачиваемости твоей бутылки. И мы своими новыми продуктами доказали, что мы успешны, и мы продаемся в таких количествах, в том числе соджу наши продаются в таком количестве, сколько многие водки не продаются. А какая там маржинальность уже вот этих вещей? Вот это LVE, как я вам все озвучил. Ну что, тоже 30%? Да, это все средняя, по LVE-шной категории получается. Ох, не тем я занимаюсь. Ну, не все так просто. Надо самым мешать. Маркетинг же тоже здесь никто не отменял, то есть инвестиции в продвижение, там как бы, да, здесь все то же самое присутствует, дегустации. Потому что одно дело, когда там как бы водка измеряется ценой. Ты дал скидку на цену, люди увидели красный ценник, побежали за красным ценником его покупать. А когда люди смотрят и стоит корейское соджу, она стоит там 600 рублей, от 499, по-моему, до 629 рублей, до 800 даже в некоторых алкомаркетах. А твоя стоит 189 рублей на полке магазина. И они думают, наверное, говно какое-нибудь. А они никогда не пробовали даже. Люди не знали, что такое соджу. Ну вот я, например, даже не помнил. Хотя я когда был в Корее, меня корейцы, так сказать, это почивали. Весьма пикантная штука, надо сказать. Ну, вы пробовали, наверное, безвкусовую, да, классическую, как водка, такую вот, как сказать, с характерным алкогольным запахом, наверное, да. В России это не прижилось. Я уже с трудом помню. В России это не прижилось. В России прижилось то, что ярко выражено вкусовое. То есть, это вкусы всякие персик, виноград, слив. Вот это мы точно не пробовали. Вы не пробовали, да. То есть, это история, которая пошла в России. И мы сейчас этот рынок формируем. Почему? Потому что по этой модели, которую мы с вами как сети считают, смотрят, а точно так же и розничный магазин начали смотреть. Они анализируют, смотрят кассовые продажи и понимают, нужно это брать или не нужно это брать. И мы сейчас, почему наш спрос кратно, в разы, там, 5-6 раз превышает ту возможность производства, которую мы способны изготовить на сегодняшний день. Потому что мы, когда смотрим кассовые продажи, мы только что с вами глянули 191 тысяча магазинов. Мы сейчас оттестировали свои продукты, продавая их, я имею в виду, ИЛВИ, которые мы с вами разобрали. Там 3 тысячи магазинов, 5 тысяч магазинов, 7 тысяч магазинов. Потенциал базы 190. Мы оттестировали и мы увидели о том, что тоже самое СОДЖУ, про которое я говорю, продается от 11 до 18 бутылок в среднем на полке магазина. Это фантастический результат. Это фантастический. Если мы средние 15 бутылок экстраполируем хотя бы на 25% рынка, я не говорю 100, я не говорю 50, я говорю 25% рынка. Если хотя бы в 50 тысяч магазинов мы поставим напиток, которых у нас сейчас на сегодня 6 позиций, мы можем скалькулировать цифры, на которые только по одной номенклатурной позиции мы можем выйти. По одной линеечке. У нас есть сливочные ликеры, 6 позиций. У нас есть биттеры. Мы сейчас запустили трипл сек, который фантастический по качеству абсолютно. И люди из барменской индустрии абсолютно признают, что зачем нам Куантроза 2000, когда есть за 549 или 599 рублей трипл сек от Калужского кристалла. Он соответствует международному Мари Брезару и так далее. Зачем нужно тратить в 3-4 раза больше, если мы полностью удовлетворяем качество? А вот вопрос. Будут ли уходить из России западные бренды? Зачем? Если только их не будут постепенно теснить с полки подрастающий Калужский кристалл. Так, уже становится интересно. Хорошо, тогда давайте опять же посмотрим по цифрам. Вот я смотрел интересную вещь. По текущей цене, по которой вы выходите, вы не очень дешевые, сразу скажу. Но с другой стороны я смотрю одну очень интересную вещь. Я смотрю, например, ПИ ваш, если у вас сохранятся ваши темпы, если то, что вы будете делать, получается 2,8. Это будет в 26-м году. 4,6 будет в 25-м. В 24-м году, если вы, ну, как бы в те темпы, которые вы говорите, у вас будет 13,8. Ну, 13,8 не очень дешево, скажу честно. У, например, Белуги 10. Ну, я просто сравниваю. Поэтому мы и смотрим в горизонте трех лет. Поэтому у нас нельзя смотреть, потому что у нас сейчас идут инвестиции. Не вопрос. И получается следующее, что если я ориентируюсь на где-то там 3 года, то вы должны будете вырасти раза в 3 по цене. Ну, почему? Я просто так считаю. Смотрите, если 2,8, да, ну, все-таки вы не Белуги, вы не такие большие. Значит, у вас будет, наверное, немножко подешевле вы будете. Я имею в виду по мультипликаторам. Ну, допустим, 9. 2,8. Ну, 2,8 умножить на 3,5 будет где-то 9. 9 – это, в общем, недорого ПИ. Ну, вы подрастете по показателям. Это при условии, что у вас цена акции неизменная. Значит, ваши акции, если, так сказать, ну, где-то там рассчитать, они получаются примерно... Будут стоить, ну, в 3-3,5 раза дороже. Вот вы так закладываете свое ПИО? Совершенно верно. Плюс еще дивидендная политика. О! Вот с этого момента поподробнее. Я прочитал, что вы будете там до 80% платить. Совершенно верно. И если посчитать 3,8 миллиарда, которые у нас идут, 80% от прибыли по итогам до 2026 года, в тотале, да, то получается у нас при вложении вот этого вот миллиарда, который мы сейчас привлекаем в виде IPO, инвесторы получат до 560 миллионов в виде дивидендов. Это же как дивидендная доходность будет у вас. Начиная с конца 2025 года, потому что у нас сейчас первые полтора года идет именно максимальное вложение в производство и нарабатывание вот этого вот. То есть, вы дивиденды будете платить с 2025 года? С 2025 года, с конца года. Окей, хорошо. А вот вообще зачем вам IPO? Я прекрасно понимаю, что IPO и привлечение денег инвесторов – это самый дорогой вариант привлечения денег. Ну, это как считать? Ну, относительно самый дорогой. Но для нас на сегодняшний день он абсолютно безальтернативный при условии того, что мы хотим быстро ворваться в рынок и отхватить себе огромный от него кусок. Я имею в виду сейчас этот фантастический рынок LVI, который мы для себя просто бредим, грезим и так далее. Ну, вот смотрите, у вас, я прошу прощения за бухгалтерский подход, но я все-таки привык смотреть на несколько показателей. Я привык смотреть P, PS, EBITDA, там прочее, прочее. Я не буду вас сейчас мучить этими жуткими совершенно названиями, но есть один показатель, который для меня очень важен. Это долговая нагрузка. Долг и EBITDA. Она у вас не смертельная, она у вас 2,8. По мировым мерка – фу. По России, ну, как бы не так уж и мыло. Почему? Потому что ставка высокая. Ну, то есть, много приходится платить за пользование кредитом. То есть, смотрите, ну, вот вы делаете IPO, привлекаете Yard. По идее, можете там большую часть пустить на снижение долговой нагрузки, чтобы не платить столько. Но, сегрически нет. Вот, вот я об этом и говорю. То есть, а вы, я смотрю, будете вкладывать в основном в развитие. А потому что цель другая. Наша цель, как я вот сейчас только что пытался, это вперед завоевать рынок. Сегодня, не завтра. Если бы мы пошли за банковскими инструментами и ждали, пока мы сдали годовой баланс, потом банки нас посмотрели, потом нам на 15-20% увеличили наш кредитный лимит и так далее. Мы никогда. То есть, у меня сейчас задача – это окно возможностей, которые я вижу, которые мы для себя наметили и создали плацдарм. Для его быстрого блицкрига, близкого быстрого его завоевания не упустить. А это можно только с помощью привлечения и поделившись прибылью, которую я вижу, которая у нас нарисуется к 26-му году, поделившись инвесторами. И как раз поэтому эта картина, она с одной стороны, конечно, выглядит, возможно, не слишком реалистичной. Но, опять же, когда, если бы я пришел… Я не знаю, вот я сейчас сижу и думаю, реалистичнее, не реалистичнее. Вот если бы вы разговаривали с вами в 18-м году, когда завод запускался, да, она была бы совсем не реалистичной. И в 19-м, в 20-м была бы, наверное, не реалистичной, потому что бы не было того опыта, который мы уже прошли, и показали своими руками, лапками, как, не знаю, взбили уже какое-то количество масла, и показали, что мы умеем работать успешно. Мы с цифрами покажем, что мы умеем. Мы умеем отжирать кусочки рынка. И самое главное сейчас… Зубастики. Зубастики, да, как в этом фильме, как в начале 2000-х. И самое главное, что сейчас наша стратегия, которая реализуется в рынке ЛВИ, она уже основана на понятных новых продуктах, которые мы уже создали и запустили в рынок на тестирование. И сейчас основная магия в том, чтобы теперь запрос рынка, то есть мы посчитали, грубо говоря, тестировали на 15 тысяч магазинов. Мы хотим в 50 тысяч магазинов. Но мы не можем произвести столько продукции, всего того там баяна ассортимента, который мы оттестировали для того, чтобы пролезть в эти 50 тысяч магазинов. У нас не хватает производственных мощностей. И именно поэтому мы должны быстро схватить деньги инвесторов, быстро сунуть их в увеличение масштабирования производства и быстро-быстро-быстро начать производить эти продукты же. Хорошо. То есть долговую нагрузку вы понижать не будете. То есть вы вкладываетесь в развитие. Окей, не вопрос. Это разумно. Но развитие, оно же бывает разное. Вот вы хотите вложить этот миллиард. Вот во что? Все крайне прозрачно и предельно лаконично. Есть три сектора на заводе, три участка, я бы сказал, на заводе, которые необходимо расширить для того, чтобы снять с них тонкое место, для того, чтобы производство могло больше выпускать продукции. Первое – это технология. Технология что такое? Это там, где происходит смешение и приготовление напитков. Фактически это емкости, это мешалки, это сероповарки. Это все то, где происходит смешение напитков для того, чтобы далее отправить его уже на линию. Вот эту технологию мы на сегодняшний день полностью закупили. Все необходимое технологическое оборудование, емкости, которое лежит у нас и на территории, и за территорией завода. Везде горами просто они лежат. И на сегодняшний день здание уже строится. Я надеюсь, что до конца марта мы закончим все строительные работы и инсталируем уже внутрь все наши емкости, займемся быстрой обвязкой. И к концу июля 2024 года мы запустим уже эту полноценную, пролицензированную технологию на 100 тысяч дал увеличенную. То есть это в два раза увеличит то, что мы имеем уже сейчас. То есть это как раз залог того, что вы говорите… Чтобы мы могли одновременно это производить. Чтобы мы могли не на 5 тысяч магазинов и не на 7 тысяч магазинов сольжу развивать, а могли на 30-40 тысяч магазинов развивать. То есть вы вкладываете в принципе в производство? Это и есть производство. Это первый сектор. То есть у нас есть оборудование, у нас идет уже стройка. И сколько вы вложите? Ну вот эти вот 200 миллионов, которые первые… Мы берем от миллиарда, отчехляем 200 миллионов, это идет туда. Вторые 200 миллионов – это следующий сектор, очень важный для производства. Это сектор ворота на завод, так называемое спиртохранилище. Сейчас классическая водочная наша история, она имеет всего 3 емкости. Огромные, по 15 тысяч дал, это 150 тысяч литров, ну огромные емкости. Ну это моноемкости. И они покрывают нашу водочную потребность. То есть там хранится спирт люкс, спирт альфа. Разделено по емкостям. 2 люкс, 1 альфа или наоборот. Вот получается, теперь для того, чтобы нам получать, а мы… Ради бога, простите, а что лучше, альфа или люкс? Честно, если вы спросите любого технолога, он скажет, что люкс гораздо лучше. Что лучше, дистиллированная вода или обычная питьевая? Конечно, питьевая. Вопрос. То же самое, что здесь, просто чуть по-другому. Альфа – это ошкуренный, выдранный, как шкуркой, блин, глубокой это самое. Все вот эти вот огромное количество дополнительных каких-то историй, которые есть в спирте, он вот прям выхолощенный максимально. И с ним очень тяжело работать технологу. Когда она делает хорошую водку, ей гораздо проще ее сделать из люкса. Альфа – это чистой воды, маркетинг, который в свое время проник на подкорку подсознания людей, и на котором водочные производители вынуждены ехать, плеваться, колодцы, но продолжать выполнять вот эту вот историю. Колодцы не надо. Ну, как в анекдоте, зайцы плакали, колодцы, продолжали есть кактус. Так, хорошо, это еще 200. Это еще 200 на спиртохранилище, потому что если мы, а мы планируем запуск, у нас все разработано, бренды, бутылки, этикетки и так далее, мы же хотим ром, мы хотим виски, мы хотим бренди, мы хотим текилу. Это все позиции, которые мы в этом году планируем запускать в производство. Слушайте, ну вот можно вопрос? Ну вот россиянин, а что вот ром – это не чуждый наш напиток? Я не идеологически спрашиваю, наш народ пьет. Ром виски растет ежегодно, ежегодно. А насколько растет вот рынок именно и продажа рома, там, я не знаю, текилы? Есть какая-то статистика? Есть, конечно, мировая статистика. То есть мы не отрывны от международного рынка, мы не отрывно связаны с ним, просто к нам чуть позже доходит. И если идет кратный рост текилы во всем мире, то у нас он, конечно же, не в таком масштабе, потому что она дорогая. У нас дорого расти, то есть для нашего народа 1300 рублей и выше, как бы массового сегмента, у нас текила не касается. Вот как с Соджу, пока оно стояло 600 рублей, это был не массовый сегмент. Как только мы его опустили в 189, это стал массовый. Когда Егермайстер стоит 1500, и когда наш Кёниг Хайлер или Альтер Хайлер стоит 499 рублей, это принципиально другой сегмент. Мы не отъели у Егермайстера ни бутылки, условно. Егермайстер стал больше продаваться в России. Отъели или отпили? Не отъели и не отпили. У него свой, абсолютно свой потребитель, который готов полторы-две тысячи тратить за бутылку. Мы дали возможность тем людям, которые не пробовали или пробовали один раз в жизни покупать похожий по своим физическим, химическим свойствам продукт, но дешевле в три раза. И мы заняли вот эту нишу. Мы заняли вот эту нишу. То же самое с Бейлисом. Магия заключается нашего вот этого вот успешного бизнеса и масштабирования заключается в том, что мы делаем то же самое. Вот есть извечнейший Амаретто Диссарона. Фантастический итальянский Амаретто. Мы выпускаем наш сейчас Амаретто Луисберге. Он по своим... Мы старались к эталону подобраться, к Диссарона, потому что он классный, крутой, сложный, объемный. Он вкусный и реальный. И наша задача была сделать наш за 399 рублей на полке магазина наш Амаретто, который соответствует качеству и вкусу. Потому что вы вот когда попробовали, два бокала все сказали, ну, плюс-минус похоже. А зачем платить лишнюю тысячу сверху? И люди, которые не в состоянии... То есть в состоянии людей, которые за 1300 купят или за 1500 купят себе Диссарон, их очень мало процентов. А людей, которые купят за 399 рублей, плюс-минус то же самое российского производства, не уступающего качества. Их огромное. И вот в этом и есть наше увеличение. Увеличение кратного роста, оно заключается в том, что мы даем доступ к иностранным аналогам. И мы рынок ЛВИ, мы его расширим кратно просто. Нет, это абсолютно все правильно, но у меня тогда вопрос. Но вы же не одни такие умные. Не одни. Замечательно. Кто ваш конкурент? У нас достаточно много конкурентов. Как я вам сказал, я сейчас не помню количество лицензий, которые способны по закону, кроме водки, производить всякие вкусности. Как мы производим. Я думаю, что не больше 10 предприятий у нас в стране всего. А дальше получается, давайте разбирать каждого в отдельности, если интересно. Ну вот, допустим, я назову того, кого я знаю. Нет, кто публичный. Кто потом будет... Нет, смотрите, вот я инвестор, да? Я хочу какую-то сделать аллокацию на алкоголиков, извините, на алкогольный сектор. Так, у меня какой вариант? Абрау-Дирсо, Белуга, а теперь будете вы, так? Так. А кто у меня еще публичный? Больше никого нет? Никого. Смотрите рынок. Смотрю Белугу, ну, вроде они как-то поближе к вам, правда? И они мощнее, они богаче, они крутые ребята. Ну, они, правда, крутые. Кстати, они для вас какой-то ориентир? Безоговорочно. Флагман, ориентир. Мы во многих вещах, которые мы сейчас делаем для биржи, там все, там, корпоративное управление, аудит и все прочее, прочее. Мы выстраиваемся, мы смотрим, как работают уже признанные флагманы отрасли, и мы не пытаемся изобрести колесо, мы просто, как бы, движемся, как вот положено. Они задали вектор, как должны люди двигаться, это успешно, нормальная модель, и мы по ней движемся. Они вас любят? Конкурентов, как бы, это? Вы знаете, интересный такой факт, мы присутствуем. Мы же, как бы, Белуга, у них есть розничная сеть Винлаб, фантастически развивающаяся, успешная, очень динамичная, все классно по всем показателям. И в ней достаточно немного сторонних алкогольных производителей, потому что у Белуги классный сбалансированный большой портфель импорта, который она привозит, плюс большой портфель собственных брендов, которые она производит. То есть, достаточно, в принципе, укомплектовать неплохо, там, среднестатистический алкогольный алкомаркет. Вот, и мы присутствуем в данных алкомаркетах, то есть, мы как… То есть, они вас берут, тем не менее? Они нас берут, да. Почему? Почему? Потому что мы хорошо продаемся. Потому что мы доказали своими кассовыми продажами, вот когда мы выпустили свой Кёньхалер и встали в декабре, по-моему, 2022 года, мы встали в Винлабы, мы какое-то количество месяцев, есть большая ликерная группа, куда входят все ликеры, мы занимали первое место по продажам. Хотя мы не домашний ассортимент, мы, как бы, привлечен ассортимент стороннего конкурента-производителя. Молодцы, слушайте. Да, потом нас действительно, там, как бы, произошли, то есть, определенные, я так понимаю, что работа с персоналом, там, и так далее, и те позиции, которые домашние, все равно догнали, как бы, нас и обогнали, сместив нас, там, на 5-е, на 4-е место, там, и так далее. Ну, это результат. Так вот, вопрос. Нет, молодцы, отлично. Вопрос у меня такой. Про конкурентов. Да, так вот, сидит даже сам Белуга и говорит, ну-ка, там, рентабельность 30%. И вопрос это, чем мы тут занимаемся? И тут ребята вроде успешные. А ну-ка, выделим, там, я не знаю, миллиард рублей, 5 миллиард, они же могут. Ну. Тогда вопрос, а это риск для вас, это вообще как вот? Нет. То есть, почему? Ну, потому что у них другая бизнес-идея, другая бизнес-модель. Они сейчас, они развиваются, вот два ключевых поворотных момента, чем мы отличаемся. Белуга сейчас активно завоевывает рынок алкомаркетов. Она конкурирует сейчас со всеми крупными федеральными сетями и доказывает свою эффективность, потому что они классно управляют своими магазинами. Они добились высокой эффективности продаж с полки. Поэтому они и развиваются, потому что их этот сегмент прет. И количество магазинов, оно увеличивается. То есть, сейчас вектор направлен туда. Это первый момент. Второй момент. Чем отличаются крупные федеральные производители от Калужского кристалла? А тем, что вот он придумал какую-то позицию, которую вот он полгода изучал рынок. Потом год он креативил там с помощью дизайнеров, согласовывал 60 видов проб, бутылок, этикеток, пробок и так далее. И вывел одну позицию. А потом он под эту позицию прогинает рынок. Одну позицию. Вот к тому моменту, мы сейчас насчитали полтора года творческого пути, условно говоря. Можно, кстати, две. Может быть, две позиции. За это время в Калужский... Ну, лучше пять, говорит звездочек. Простите. За это время я уже вывел и попробовал 50 позиций. Ого. Потому что мы не боимся пробовать, тестировать. Еще раз. У нас процесс запуска конкретной позиции от момента идеи лампочки в голове до момента реализации три месяца должен быть. У нас вот это заложено, что не более трех месяцев от идеи до конечной бутылки. Паш, тогда получается, что на IPO я вкладываю вас. Получается, что так. Да. В мои идеи мне можно либо верить, либо сомневаться. И смотреть на сухие цифры в финансовых отчетах, если смотреть чисто их, выкинуть меня из этой формулы как переменную некую составляющую, то можно сказать, что, ну, наверное, я туда не пойду. А если подумать о том, что я пытаюсь донести, и те идеи, которые я хочу реализовать на нашем алкогольном рынке, то врыть глядит все очень даже жизнеспособно. Так, пожалуйста, справочка в состоянии здоровья. Кстати, вы спортсмен? Нет, я просто в зальчик хожу там раз в неделю, два раза в неделю на протяжении последних лет десяти. Ну, и как бы тем держусь. Витаминки. Давление стабильное? Давление стабильное. То в ковид пошатнулось чуть-чуть, а так нормально. Так, ну ладно, смотрите там, пожалуйста. Не, а вот кроме шуток, давайте на секунду. Вот я смотрю, действительно, то, что вы сказали, это фантастика. Это правда здорово, когда относительно небольшой бизнес, сейчас уже серьезно без шуток, когда относительно небольшой бизнес за счет своей мобильности, быстроты может отжирать. Поля у гигантов, которые сидят, нас уковыряют, у них там бюрократические процедуры, все понимаю. Хорошо, выросли вы, прошли вы там вот эти этапы, ну и вы уже там огромный бизнес с продажами, там, я не знаю, сколько у вас там таргет, 40 миллионов, 50, этих самых. 28 миллиардов. 28 миллиардов, да, извините. 28 миллиардов, не, ну это очень круто. Но вы же при 28 миллиардах вынуждены, вроде бы, брать там менеджмент, вот это все, да, и становиться таким же? Здесь есть определенный нюанс. В чем еще преимущество «Кристалла» перед лицом, так скажем, наших коллег по цеху? Это, конечно, вот вы мою составляющую затронули. Действительно, наличие фаундера в процессе, когда он генерирует непрерывно, фонтанирует энергию и хочет дальше развивать компанию, это очень важный фактор. Большинство наших крупных компаний, это либо компании с государственным участием, да, либо компании, которые уже на сегодняшний день, фаундеры, которые занимаются там какими-то, либо другими бизнесами, либо находятся где-то там. Ну классика жанра, под пальмой, так сказать. Вырос все, и дальше начинается менеджерская история. Вот менеджерская история, это история, не нацеленная на кратный рост. Никогда. Менеджерская история нацелена на рост в рамках планов, которые ставятся, плюс сохранение текущего максимально комфортного существования за зарплату с 9 до 6. Вот он менеджерский вариант работы компании. Поэтому, почему это и работает наша кристалловская модель быстрого ввода проб, не бояться ошибок, не бояться ответственности, не бояться попробовать что-то новое, обжечься, там начать что-то делать. А самое главное, реагировать на изменения. У нас же непрерывно происходит изменение. Изменение законодательства происходит. У нас происходит изменение курса, там чего-то и так далее. То есть мы, как бы закладывая в нашу консервативную модель, а несмотря на всю ее амбициозность, она все-таки консервативная модель. Да, потому что мы туда не закладываем большое количество переменных. Мы не закладываем туда абсолютно экспорт. Экспортной составляющей в нашей бизнес-модели нет. А кому? Китайцам? Когда ты выводишь продукт, не характерный для российского производства, то есть это не водка. Раньше вот у нас есть 100 заводов, и 100 заводов пытались на весь мир швырять водку максимально. Ну и плюс еще братья-белорусы в этом вопросе активно работают, братья-поляки, не братья. То есть все пытаются эту ситуацию раскачивать максимально водочную. Там еще и казахи рядом, и все-все-все, все эту водку, получается, начинают двигать. Огромное количество людей, огромное количество компаний и стран, которые в этом процессе участвуют. У нас возникают определенные геополитические затыки сейчас. В силу того, что мы не можем большое количество регионов там мира сейчас обслуживать. И когда мы сейчас выводим новые наши интересные напитки, нами начинают заинтересовываться люди, которые за рубежом уже покупали их же, и эта модель там начинает работать. А мы потому что кратно дешевле даем. А маржинальность там, простите, это даже не 30 совсем процентов. Маржинальность в экспорте, это там нормально, комфортно, на 70 процентов доходит. То есть, короче, амаретто будем итальянцам поставлять? Не обязательно итальянцам, и не обязательно соджу поставлять корейцам. Надо просто пользоваться тем, что данные продукты, они дорогие. Северного. Они не так соджу, оказывается, видят. У них на Южной Корее это как-то более развито. Но мы вот даже с тем же соджу, мы понимаем, что есть тренд, есть наша низкая себестоимость. Отвечаю на потенциальный вопрос, который, возможно, прозвучит у нас когда-то. Это рисковая составляющая. Так я к нему сейчас и подползаю медленно. Падение нашего рубля замечательного. Экспортная составляющая фантастически здесь позволяет вытащить. То есть, это не одноногий бизнес. А вы сейчас, извините, что я перебиваю, а вы сейчас на экспорт что-то поставите? Очень мало. Очень мало. Потому что с водкой крайне сложно. У нас, значит, это бывшая территория наших партнеров по СНГ. Там Казахстан, Армения, Азербайджан. Сейчас у нас активный интерес тем же самым соджу идет. Из Монголии. У нас соджу интересуются азиатские страны. Таиланд у нас сейчас идут движения. Вьетнам у нас идут движения. У нас Китай заинтересовался соджу нашим. То есть, подождите, у вас у нас соджу идет на экспорт. Соджу еще нет. Соджу мы сейчас только начали раздавать. Вот это отгрузки после выставки, которая продакция прошла. Это вот у нас сейчас Казахстан идут инвойсы. Это Армения, Азербайджан. То есть, сюда. А дальше экспорт – это более долбеграющая история. То есть, здесь в России все быстро подписывается. Договора хоп-хоп и понеслось. В силу того, что у нас, во-первых, потоки обмена информацией замедлились. Там образцов готовы продукции. Мы чуть-чуть оторваны получились сейчас. То есть, нам даже получить… Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Нам даже получить образцы рома, казалось бы, из Доминиканы. Занимает там почти месяц. Мы везем их как-то через Армению. Для того, чтобы машинами потом довозим. Потому что это долгий путь. И все сейчас так работает медленно. Поэтому экспортные контракты, они тяжело развиваются. Но мы видим интерес партнеров. У нас на выставке вот такая пачка сейчас визиток собралась. Из Латинской Америки, из Канады. То есть, у нас люди интересуются нашими новыми интересными продуктами. Это и амаретто, которые вы сказали. Это и сливочные ликеры. Это и наши биттеры. То есть, это то, что люди смотрят. Ну, они же реально в два раза дешевле. А что ни купить, ни попробовать? А вдруг пойдет? Нет, это любопытно. Мексика то же самое. Мы говорим, мы из Мексики текилу взаменам. Вы, наверное, водку будете? Мы такие, не, ребят. Водку мы вам не будем. Если вы очень захотите, да, пожалуйста. Но водку мы вам не будем. Пожалуйста. Вот у нас что готово. Тогда у меня все-таки вопрос. Вот вы сами начали. Вот первый начал. Так вот, по поводу рисков. Хорошо. Значит, если вдруг будет девальвация, вы защититесь будущим экспортом? Мы защитимся экспортом раз. А во-вторых, мы же вот... Кто у нас, кто с нами конкурент? Это то, что привозится в рамках параллельного импорта. Параллельный импорт закупается за ту же самую валюту. То есть, ну, они растут еще больше. Потому что, если доллар-евро у нас начинает расти, ребятам, для того, чтобы притащить Джеймисон, Джимбим и все прочее, он на полке станет все равно дороже. Еще дороже. А мы, в рамках нашей модели, мы везем сырье. Понимаете? То есть, когда ты в рамках 20-тонной фуры, условно, 20-тонного контейнера, ты привозишь полную бочку жидкости, 69 градусов, понятное дело, сколько из нее 40-градусной продукции ты можешь здесь налить. Ты заплатил чисто за жидкость. Когда ты везешь 20-тонную фуру готовых напитков, там, той же самой, там, тыкил, ты везешь 12 тысяч бутылок всего. Ты везешь стекло. Ты везешь все вот это вот, которое стекло сначала туда съездило, потом обратно вернулось. И стоимость, в любом случае, при изменении курса в какую бы то ни было сторону, мы все равно... Чем больше курс, тем больше у нас между нами разрыв получается. Между готовым продуктом, который туда едет, и в этом тоже наша модель. Потому что нам выгодно привезти ром из Доминиканы, разлить его здесь. Нам выгодно привезти виски из... Висковый дистиллятор, говорю сейчас, из Шотландии, разлить его здесь. Нам выгодно привезти текилу из Мексики, разлить ее здесь. Мы везде способны, после того, как привезли, разлили, бутилировали здесь на месте, мы предлагаем 30% минимум цены по отношению с аналогами, которые на сегодняшний день привозятся в виде готовой продукции. Элементарно на логистике, на том, что это более оптимизационный процесс, потому что крепкий алкоголь везешь. Ты 69 градусов везешь. Интересно. Так, хорошо. А риски со стороны государства? Акциза сколько сейчас? Акциза сейчас опять проиндексировался. По-моему, 600... Девятка там на конце. 639 или 669. Какая-то такая цифра. Он считается... Там сложная формула. Он считается от абсолюта, то есть условно многое 100 градусов, и дальше по градусности получается емкость. Я просто к чему? Государство может поднять акциз? Конечно, каждый год поднимает. На протяжении последних 10 лет. И до какого уровня они могут? Бесконечно. Ну, в смысле, как бесконечно? Ну, условно. То есть каждый год у нас происходит индексация акциза. Каждый год. Мы к этому привычны. Это абсолютно нормально. И это тут же автоматически затрагивает полку магазина. То есть для... Грубо говоря, можно сказать, каждый год на 7 рублей стоимость отгрузки от производителя самой дешевой водки первому звену, то есть это либо сети, либо дистрибьютору, повышается на 7 рублей условно. Только в акцизной составляющей. Плюс затраты, которые увеличиваются в комплектующих. Но акциз в среднем 5,5-6, 6,5-7, в среднем 0,5-ю бутылку для простоты отчисления, расчета. То есть получается, что вот государство сидит, допустим, государство делает бюджет и говорит, что-то не хватает. Это как из старого анекдота. Еврей кошелек нашел, знаете? Ну как, это известно. Еврей нашел кошелек, пересчитал. Не хватает. Вот даже государство мне иногда напоминает, примерно этого еврея посмотрело бюджет. Не хватает. Надо добавить. Вот тут ребята как раз. Здесь очень тонкая грань, что здесь государство работает крайне осторожно. Потому что все-таки ликер-водочная промышленность и водка, как основное мерило, так скажем, основная масса продаваемых бутылок, но она очень чувствительна для основной части населения. Поэтому государство повышает, помимо того, что повышает акциз, она и повышает, так называемую, минимально розничную цену. Вот по прошлому году минимальная розничная цена была 289 рублей на полке магазина. За водку. За водку, за 0,5-ю бутылку, дальше все в пропорции считается. То есть 289 рублей, сейчас оно будет опять же повышено. Подождите, подождите. С этим понятно. А вот всякие амареты, там вот это все. Там большой акциз? Вот. Вот здесь мы подошли к тому, что как раз почему у нас выручка с акцизом будет не так соизмеримо двигаться, как выручка без акциза. То есть, если мы посмотрим сейчас соотношение у биологии, у них 90 миллиардов идет. Записано. 90 без акциза, 120 с акцизом. За счет того, что в рознице акциза нет, а у них огромный объем выручки, это розничная составляющая. А у нас разница, если вы посмотрите, там 3 против 9. У нас соотношение принципиально другое, потому что у нас вся продукция идет 40-градусная практически основная масса. Это водочная, в которой акциз составляет огромный момент. И когда мы начинаем работать с ЛВИ, предположим, в Соджу там 13 градусов крепости, соответственно, акциз почти в 4 раза меньше, чем в 40-градусной бутылке водки. Чем больше ты продаешь ЛВИ, 13, 17, 18, 20 градусов, а продукции ты продаешь больше, а налоговая составляющая в ней меньше. У тебя поэтому прибыльность здесь гораздо больше получается, чем водочная, но помимо того, что стоимость у нее выше. Ты вот этот маховик денег раскручиваешь больше, а акцизная составляющая получается меньше. Слушайте, вы мне интересную идею подкинули. Допустим, вот я решил свой бренд укрепить. Прихожу к вам и говорю, ребят, а вот давайте сделаем продукт какой-нибудь, вот такой, биткогон. Можете? Как угодно. Не, серьезно, какой-нибудь биттер, шмиттер, что-нибудь прикольное. Ну, что-нибудь такое, чтобы душа свернулась и развернулась. Ну, это скорее некая такая сувенирная, а не бизнесовая составляющая. Все сувенирная. Может, это будет продаваться шикарно. Когановка. 20 с лишним лет. Только не водка. 20 с лишним лет на рынке алкоголя убедили меня глубоко в одной мысли о том, что кто бы ни пытался запустить у нас водочные бренды по фамилии. Да не надо водку. Что-нибудь вкусненькое. Ну, что-нибудь вкусненькое возможно. Я говорю про водку. У нас единственная успешная водка в стране, которая Путинка, которая как бы безоговорочно... Тут как бы, пардон, конкуренция невозможна. Вариантов у нее не было. Все остальные попытки, они как бы были не успешны. Надо понимать, что вот я даже отговаривал. У меня приходили известные комики, наши стендаперы, там несколько, там один человек приходил, другой человек, с идеями по производству водки. И по итогам беседы со мной по 32-часовой я их отговаривал. А у них были маркетолог сидит, тут человек-дизайнер, который нарисовал. Они сидят рядом, они ему в уши надули, говорят, там, ты должен запустить, потому что ты лицо, ты медийный. И люди уходили, ты сэкономил на деньги. Спасибо тебе большое. Пожмут руки, говорят, я не пойду. Водка, Собчаковка, там, не знаю, Волевка, что-нибудь такое, нет? Вот тип такого, да. Все это не вариант. Не вариант. Не вариант. Так водку не надо. А вот что-нибудь вкусненькое. Что-нибудь вкусненькое возможно. Все, договоримся. Надо просто понять, а, вашу целевую аудиторию, потому что у вас все-таки аудитория. У нас хорошая аудитория. Думающая аудитория. И здесь вариант напитка, типа, мне кажется, коктейля соджи, он вряд ли залетит. Не, не, не. Потому что это не та история. Тут что-нибудь такое, романтическое. Да, да, что-то надо подумать 7 раз, да. А все-таки, как бы, мы ориентируемся на среднего потребителя, на массовый сегмент. Мы не планируем, когда мы планируем сейчас запускать там тот же там шотландский скотч, мы планируем, что у нас уйдет в категорию 1000 рублей. И мы все говорим, ну это же... Как может шотландский скотч 1000 рублей? Если брать простые дистилляты оттуда, там, все грамотные какие-то доставки, то это все возможно. Просто люди говорят, ну, виски же не может столько стоить. Может. Может. Если ты везешь сырье из 69 градусов, а не везешь готовые бутылки. Ох, дурят нашего брата. Ох, дурят. Я не уверен, что вам там биткоген нужно там в этой ситуации не хвалировать. Паша, это была шутка. Это было... Слава тебе, господи. Друзья, это было просто... Я бы искренне подумал, что надо вас разубедить. Нет, это была легкая провокация, мне просто было ужасно интересно. Не, не. Я прям реально на своей жизни ни одного человека отговорил, который из медийной пришел сферы и очень хотел бы заниматься производством алкоголя, которого реально люди вводят в блуд, профессионалы от алкоголя хотят его раздеть. Боже упаси, знаете, у меня не настолько это самое раздутая эко, чтобы приходить в магазин и любоваться, так сказать. Вот оно. Вот это я пошутил, если честно. Так, ну что, давайте тогда уже, наверное, завершать. Мне кажется, что мы в основном-то все вот такие действительно серьезные вопросы, которые бы волновали инвесторов, охватили. Мы с вами поговорили, наверное, о рисках, поговорили и о конкурентах, поговорили и о ваших планах развития, и зачем вам нужна эта IPO. Ну, и у меня тогда, наверное, к вам личный последний вопрос. Смотрите, ну вот объективно российский фондовый рынок действительно развивается. Развивается очень здорово. Я думаю, что он в этом году, ну, не знаю, процентов на 30-40 вырастет. Вот. Но вы же смотрите в будущее. Вот вы, когда выходите на IPO, вы думаете о том, что будет в 25-м году, в 30-м. Вот, как бы, ваша цель. Какая ваша капитализация, которую вы хотите достичь? Я хочу, цель программы «Минимум» – это достичь тех финансовых показателей, которые мы заявляем, выходя на это IPO. Но, еще раз подчеркну, это все-таки тот прогноз, который консервативен. Потому что IPO для меня не только вложить в железо и достичь тех необходимых результатов по продаже бутылок по тем группам, которые я себе наметил. Для меня IPO – это возможность выйти на публичный рынок и, работая с моими инвесторами, в случае, если я захочу как-то более шустрыми шагами масштабировать свой бизнес, например, приобрести что-то, поглотить что-то и так далее, я смогу с этим рынком уже взаимодействовать. Потому что, зайдя на эту ступеньку, я полностью раскрылся. Я убедил уже тех людей, которые купили мои акции в том, что моя бизнес-модель работает. И если двигаться не только в рамках своей бизнес-модели, которая нарисована, а как-то, может быть, более масштабными шагами, у меня будет инструмент в лице этих людей, которые, я надеюсь, будут являться моими амбассадорами Калужского Кристалла, совершить вот этот, может быть, кратно-кратный рывок с помощью именно этих финансовых инструментов. Паш, я все понимаю, но все-таки позвольте мне старому больному циничному человеку спросить. Вы выходите по капитализации между семью и где-то там восьмой миллиардами рублей. Точнее, семь и четыре, восемь и шесть. Это после привлечения. Да, ну, естественно, после привлечения. Вопрос. Все-таки, вы же понимаете, что вы собственник бизнеса. Есть какая-то цифра, которую вы видите впереди, которая вас манит. Вот некоторые, например, хочу, чтобы мой бизнес стоил миллиард долларов. Сделаю все для этого. Вот какая ваша вот такая вот, знаете, путеводная звезда? Я все равно зайду с другой стороны. С какой стороны? Я не вижу для себя цифру, которая бы поставила бы мне конечную точку. Для меня любая цифра – это многоточие все равно остается. Я понимаю, то есть, вот она вот есть, к которой я стремлюсь, но это любая цифра неконечная. Лишь промежуточный результат к дальнейшей цифре, которая, как вот была эта самая сказка про одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Если без этой парадии мы двигаться, то ты никогда не достигнешь результатов. Я четко понимаю, что у меня есть потенциал, энергия и на сегодняшний день все необходимые знания и возможности для того, чтобы войти в тройку лидеров российского рынка. Вот эта вот задача мне понятна. Вот в глобале. Войти в тройку. Вот туда я хочу. Не десятка. Причем это же не только рынок измеряется производством водки. Рынок измеряется в комплексе. Это и производство ЛВИ, это и производство водки. Вот хочется всего вот этого в тотале туда зайти. И тогда, наверное, эту цель можно. А вот если говорить о том, что какую там, со сколькими нулями там цифрами, которые ты бы хотел прийти, ну это для меня очень как-то вот в моей жизненной парадигме я не могу даже с ней сформулировать эту цифру. Хорошо. Поставлю вопрос по-другому. Вы сегодня производственник и продажник. Да. Будете заходить в сети, то есть сами создавать свои сети? Нет. Будете заходить в какие-то еще сегменты? Или вы будете концентрироваться только в этом? Это ваша цель принципиальная? Моя принципиальная цель – это всю производственную цепочку под себя замкнуть. То есть мы сейчас берем сырье и производим конечный продукт. Если говорить за более отдаленную стратегическую цель, то в эту цепочку, мы же АГК называемся, алкогольная группа «Кристалл», в группе только «Кристалл». Если говорить за более отдаленную цель, то логичным достаточно продолжением является сырье. Так. И покупка сырьевой базы, которая будет питать весь производственный цикл, весь производственный механизм. Причем в России сейчас стремительными темпами развивается история с производством висковых дистиллятов. У нас же на сегодняшний день это еще не совсем понятная история, но крупные алкогольные производители уже в эту сторону двигаются. Я понимаю, что если ты покупаешь, то люди на этой цепочке зарабатывают все внизу. А мы понимаем, что спиртовая история еще более замкнута, чем водочная история, чем производство готового продукта. И вполне логичные шаги по консолидации бизнеса и введению в его периметр каких-то источников появления сырья. Здесь могут быть и дистиллятные заводы, которые дистиллеры, которые производят, и для производства этилового спирта. Это тоже возможно. Следующий возможный блок, который может организоваться в рамках периметра компании, это когда ты упираешься все-таки. Ты свои 200 тысяч дал, то есть у нас же территория конечна, в конце концов, на заводе. Мы не можем туда бесконечно шпиговать. Мы так в три этажа сейчас растем. Три этажа нас строят. Ну, три этажа, это уже очень тяжело. Одно дело построить в один этаж, это одни затраты. А когда ты миллион литров строишь в три этажа, представляете какая-то? Это нагрузка совсем другая, и металл другой, и вся остальная стоимость. То есть это там в разы просто дороже. Прикупить рядышком? К сожалению, мы находимся, у нас рядышком есть земля, про которую мы не сказали, про то, что там будет строиться логистический комплекс, который нам крайне нужен. То есть эта земля у нас уже полностью там вот так вот вся смасштабирована, попилена, мы знаем, что мы в ней построим. Вот. Это те 600 миллионов, третья часть, про которую мы забыли, кстати, да, то есть мы сказали 200, 200 и вот 600, как раз логистический комплекс, оптимизация затрат, вывод всех арендных площадей из периметра компании, которые мы там колоссальное количество, почти 20 сколдов у нас уже в оперативном управлении, то, что мы вынуждены размывать ресурсы человеческие, логистические, тратить огромные деньги, ну, вот это все круговерть для управления всем этим хозяйством. Все нужно консолидировать в одном месте, за территорией завода, прямо рядом. И вот в смысле я сбился. Мы говорили про… я перескочил на склад, просто я понимаю, что это очень важно, как один из… Нет, а я спросил, то есть вот куда развиваться будем? Вот. Развиваться-то будем, вот я обозначил периметры сырьевые и смежные, опять же, лвоишные истории. То есть здесь есть профильные производители, там, коньяка, бренди, там, да, есть какие-то более успешные. Есть производители, которые, там, исторически, там, какие-то красные, там, всякие настойки, вот такие вот истории делают. Может быть, это в рамках некоторых регионов крайне интересных, которые имеют сильный маркетинговый для себя потенциал роста. То есть есть же регионы, которые, там, Карелия, там, Алтай, которые, в принципе, сама как территория, она потенциально генерирует определенный, там, в голове, там, контур, который ты прекрасно понимаешь, что вот оттуда можно что-то вот еще черпать. То есть расти можно. Страна наша крайне огромная получается, да, то есть мы находимся только в этой части, самой густонаселенной, но вот туда вот Сибирь, Дальний Восток, там тоже есть сегмент. Белуга крайне эффективно работает, то есть все крупные производители работают, ну, кроме республиканских, они работают на разных заводах, там, в центральной части, в сибирской части, в центральной части, в сибирской части, вот, поэтому расти куда есть, и только для меня это первый шажочек, выход на вот эту публичность и, так скажем, вывернув себя наизнанку, тем самым доказать людям, что дальше, если я буду расти, мне, возможно, еще потребуются ваши деньги, и будем расти вместе. Ну, то есть, если что, там, через годик другое СПО все-таки придется делать. Только если масштабироваться. Ну, что ж, здорово, спасибо огромное, и удачи вам. Спасибо. Правда, вы меня убедили, но скажу честно, вот, единственное, чего я переживаю, вы действительно уникальный человек, и вы действительно можете вот это все сделать, и быстро, да, вот, хочется только здоровья пожелать. Спасибо. За здоровьем я очень слежу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.